Затяжную войну нам недопустимо, потому что конкурировать с блоком НАТО, который по суммарному потенциалу, наверное, экономическому, раз в 20 превосходит Россию, нам будет проблематично. Друзья, всем привет! Сейчас будет рассказ про самый грустный эфир в жизни Ускобеева, и вот он состоялся, потому что все плохо, и они, в общем, это уже даже не скрывают. Знаете, глядя сейчас это видео, я прошу вас воздержаться от излишнего оптимизма, потому что ни шапка закидательства никому не помогала, но настроения на болотах крайне плачевные, и это, безусловно, для нас очень важно. И мы, конечно, понимаем, почему. И тут еще интересные новости о развитии оборонного альянса США, Великобритании и Австралии, которая уже Скобеева назвала Тихоокеанским НАТО. В общем, НАТО и окружает их теперь еще и с этой стороны, и со стороны Тихого океана. Сейчас обо всем подробное. Пожалуйста, не забудьте подписаться на канал, помогите мне продвинуть это видео. Вы знаете, вся монетизация идет на помощь ЗСУ, и хочу поделиться с вами еще одной историей. Вы знаете, что я лично, Гончаренко Центр, активно помогаем Сбройным Сылам Украины, в том числе мы делаем маскировочные сети, и самое большое количество сетей делается в Одесском Гончаренко Центре, и в нем вот с момента начала широкомасштабного вторжения было изготовлено 45 тысяч квадратных метров маскировочных сетей. Представьте себе эту цифру. Естественно, все на волонтерских началах, все бесплатно передано ЗСУ. И что вы думаете сейчас? Вы думаете, наверное, нас наградили? Ну, наградили, но как-то особенному. Одесский областной совет решил выселить Гончаренко Центр из помещения, которое мы официально арендуем. И арендуем для чего? Для того, чтобы делать маскировочные сети для ЗСУ, для того, чтобы учить детей и взрослых английскому языку бесплатно, для того, чтобы проводить занятия по тактической медицине. В наш центр освещали ведущие мировые СМИ. К нам приезжали британские и французские депутаты, дипломаты, журналисты. У нас поддерживают европейские патроны. И один из наших патронов, член Палаты Лордов Британии. Ну, в общем, это центр, которым все приезжают, все восхищаются, и можно гордиться. И поэтому Одесский областной совет решил его уничтожить. Одесский областной совет, в котором новая такая смычка интересная ОПЗЖ и слуг. И во главе с представителем областного совета Григорием Диденко такой есть. Они решили уничтожить волонтерский центр. Ну, правильно, а что еще может сделать ОПЗЖ? Интересно, что они это делают сегодня вместе со слугами и таким образом как бы цементируют свою большую дружбу. Как помочь нам? Я оставлю здесь хэштег. Помогите, поддержите нас. Нужно, чтобы больше людей узнали об этом. И нужно просто остановить этот совершеннейший беспредел. Мне 75 лет. Я уже целый год тут работаю. Помогаю нашим вооруженным силам. А теперь ОПЗЖ нас выганяют на улицу, потому что мы помогаем нашим вооруженным силам. Плетемо сетки, режемо ленточки и они нас тому помогают. Выганяют звезды? Я не понимаю этого. Сегодня мы должны понимать, что маскувальные сетки, которые сегодня работают волонтеры каждого дня, это жизнь наших вооруженных на Сходе. Это жизнь наших жителей. Это, конечно, безопасность наших мест. Мы должны понимать, что если нас выселяют звезды, то каждого дня військовые подраздели на передовом будут не доотримовать маскувальные сетки. Подраздели ППО не будут доотримовать маскувальные сетки, и это будет выявлять их позиции. И мы должны понимать, что через это небо нашей страны уже не будет таким безопасным, как было до этого. Само поэтому мы, как волонтеры, волонтерского центра Гончаренко-центра в Одиннадцатом Черноморье, закликаем областную раду не выганять нас из территории Одиннадцати. Не треба пояснювати військовым, что означает маскувальная сетка. Это спасение, это защит, это много чего означает. И тому вважаю, что за чинение центра и выкидание волонтеров на поле, а вообще никуда, там, где они делают потребную армию работу, это зрада. Отвертая зрада облради. Виселить этих людей звезды означает плюнуть на тих, кто щоденно выдаёт своё життя за нашу землю и нашу перемогу. Это абсолютная ганьба. СССР нужна наша помощь. Вовну зрадь и ганьба. Нема волонтеров, нема перемоги. Возвращаемся к нашей основной теме. Сегодня был, ну, действительно, самый грустный эфир в истории Скобеевой. Но начнём мы с продления зерновой сделки. И это важная очень новость. Россия так буднично, тихо, сначала шантажировала, что-то воняло, а потом буднично согласилась на продление зерновой сделки. Правда, не 120 дней, как это было первые два раза, а теперь 60. Послушайте, как об этом говорит замминистр Инстаграма Георуссии. В том, что касается вывоза, украинского продовольствия работает хорошо, приносит немалую прибыль, коммерческую прибыль для Киева, то вторая часть пакета, в том, что касается российского сельского экспорта и удобрений, не приносит конкретных результатов. В этой связи, с учётом истечения второго тура, второго срока этой Черноморской сельскохозяйственной, Черноморской зерновой инициативы, мы подчеркнули, что российская сторона не возражает против продления на очередной срок, но этот срок будет 60 дней, не 120 дней, как это было ранее. Ну, тут же вдобавок я хочу, чтобы вы послушали Пескова, как он рассказывает, что это жест доброй воли от них. Жест доброй воли, ну мы знаем. Жест доброй воли, это значит, что у них просто вариантов нет. Посмотрите и послушайте Пескова. Господу Гутерришу, к сожалению, не удалось пробить глухую стену коллективного Запада. Условия, которые согласовывались, как неотъемлемая интегральная часть сделки, выполнены, не были. Поэтому в целом, в целом, как вы понимаете, сделка не может стоять на одной ноге. Поэтому, в целом, конечно, условия для продления такие относительные, но это своего рода, конечно, жест доброй воли со стороны Российской Федерации. А что же, почему, что произошло? Ну, Россия очень слабая, она ничего не может сделать, и она боится Турции. Но, почему 60 дней? Да потому что 60 дней истекут в середине мая, а 14 мая в Турции будет голосование на выборах в парламент и президента Турции. Ну, в общем, Россия что-то ждет от этих выборов и явно не хочет продлевать дальше. Но, как видим, с Эрдоганом они связываются точно, боятся, и пока продлеваются на 60 дней. В общем, они очень ослабли, и они вообще не могут... Уже Турция реально сильнее России. Вот она, сегодняшняя реальность. Они надеются, что что-то изменится, но мы посмотрим. А слабость России показала и сегодняшний эфир Ускобеевой. Ну, такого грустного эфира, знаете, что им приходится следить за этим всем отстоем, но такого я еще не видел. Первых, ну, они, например, начали опять рассказывать просто, что вот они ударили возмездие, и там выпустили кого-то дурака из Госдумы, который начал рассказывать, что уже украинцы должны были понять, что за атаки по нам будет возмездие. И тут ему Ускобеева говорит, а какое возмездие? Украинцев давно нет блок-аутов. Больше десяти часов там никто без света не сидел. Вообще украинцы со светом. Кожа у нас ничего не получилась. И он там начинает что-то мычать. Послушайте. Собака Павлова уже бы давно поняла, что каждый раз после такого теракта, после такого прилета идет возмездие, что им нужно сидеть без света, без тепла, что разрушается инфраструктура, мосты и так далее. Тем не менее, они продолжают вот эти вот гадости. А все дело в том, что, наверное, страдают и простые люди. Великое мнение, что наше возмездие не выглядит для них настолько устрашающим. Нет, страдают простые люди просто. Простые украинцы-то без света сидят. Я думаю, что у Зеленского там работают всевозможные дизель-генераторы, динамо-машины и так далее. У него в бункере свет не гаснет. Поэтому он спокойно может не волноваться, что там какие-то миллионы украинцев на данный момент сидят без света, подчинят, ничего страшного, а мы все равно будем продолжать гадить. Вот это отношение... Нет, к сожалению, еще раз, не хочу никому портить настроение, но все знают прекрасно, что в украинской столице уже практически не бывает перебоев ни со светом, ни с электричеством. Украинцы не сидят без света в последнее время. Самый продолжительный блэкаут длился по информации того же Кличко 10 часов. Все американские пропагандисты указывают на то, что, ну, не получается или мы не ставим в последнее время перед собой цели заставить всех страдать на Украине. Возможно, наше возмездие должно быть чуть более выпуклым, чтобы им стало это понятно. Дальше другой эксперт говорит, мы не потянем долгую войну. Говорит, нам труба, потому что потенциал НАТО где-то раз в 20 превышает наш. Поэтому нам долгая война никак не подходит. Послушайте. То каких-то месяц назад мы говорили о среднем расходе ВСУ 5 тысяч снарядов, сегодня уже говорим 10. То есть тенденция нехорошая. Если она будет сохраняться, то у нас будут проблемы с возможностью обеспечения, так сказать, боеприпасами. Затяжную войну нам недопустимо. Потому что конкурировать с блоком НАТО, который по суммарному потенциалу, наверное, экономическому, раз в 20 превосходит Россию, нам будет проблематично. Третий вообще сравнивает Россию с Германией в Первой мировой. Ну, чем закончилось, кто выиграл, мы знаем. Говорит, не нужно рассчитывать на потери украинские. И вообще украинское общество консолидировалось. И Скобеева говорит, они все объединились, да, консолидировались. И вообще забыли про шапкозакидательство. Ребята, посмотрите на ее лицо. Ольга, я хотел бы тоже предостеречь нас от некоторых головокружений насчет того, что у противника очень большие потери, а у нас несопоставимо меньшие. Это очень опасно, на мой взгляд. Немцы в Первую мировую на этом попались. Они тоже любили говорить, что Антанта несет куда большие человеческие потери на фоне нашей немецкой оборонительной стратегии. Мы повыбиваем их ресурсы, стоя в обороне, прежде всего человеческие, только и всего. Чем это кончилось, мы знаем. У Украины мобилизационный ресурс огромный, никаких серьезных бунтов против этого мы на протяжении минувшего года не увидели. Поэтому давайте не рассчитывать на то, что у противника кончатся люди, и он сам поднимет руки вверх. Пока ничего подобного мы не видим, и надо готовиться именно к жестким и быстрым военным действиям. Наоборот, видим максимальную консолидацию украинского общества, и приводила уже этот пример. Болью отдаются воспоминания о Харьковской области. Украинцы тоже бесконечно долго анонсировали свой контрнаступ в этом районе, а мы исходили из того, что у них ничего не получится. Они просто испугаются и не смогут отважиться на этот отчаянный жест. Отважились, отчаялись, все получилось. Далее были события в Херсонской области и непосредственно в городе Херсон, который теперь нам нужно освобождать снова. Поэтому шапка закидательства – это то, что мы оставили в первом месяце боевых действий. Сейчас давайте без этого. Как вы видите, Скобеева прям физически, прям видно, реально боится наступление ЗСУ. То Киев за три дня, то вот такое вот лицо, и говорит, ребята, они таки могут наступать и бить нас. Ай-яй-яй. Ну и вишенкой на торте у них новые фобии. Укрепляется оборонный альянс США, Великобритании и Австралии. Называемый формат AUKUS. ОКОС и Австралия в скором времени получат атомные подводные лодки с самыми передовыми технологиями. И это вызывает у них ужас. А один из этих пропагандистов, экспертов говорит, друзья, так туда и Индия еще может присоединиться. И оказывается, Россия проигрывает в Индии уже шесть тендеров подряд на все военное обеспечение. И постепенно Индия переходит на западное вооружение. А Скобеева добивает. Говорит, а еще они ввели потолок цен на нефтепродукты. Вчера еще Песков это опротестовывал. Сегодня Скобеева с грустным лицом признает. Посмотрите. Вот этот блок AUKUS в составе участников Соединенных Штатов, Великобритании и Австралии, вот подобным составом участников в обозримый срок не ограничится. Что-то мне кажется, это сугубо мои оценки, мое личное мнение. Океанская НАТО. Что к этому еще как бы... Дается на наших глазах. Как бы в этот блок еще не вступила Индия, которая до все последние десятилетия позиционировалась как лидер неприсоединения. Но такой необходимо... Эта роль уже отыграна до конца. Мировая социалистическая система прекратила свое существование. Никакой необходимости в каком-то неприсоединении уже нет. И что еще меня наводит на эти мысли, как бы Индия не примкнула к этому сообществу. Мы проиграли шесть оружейных тендеров в Индии за последнее время. По подводным лодкам, по ударным вертолетам, по самолетным заправщикам, по противолодочным самолетам, по легким истребителям. И Индия постепенно переоснащается на американские... И наоборот. Плюс вчера пришла совсем неприятная новость в отношении Индии. Индия в рамках неприсоединения присоединилась к потолку цен на нефть. В общем, как вы видите, настроение у них отвратительное. И там хоть похоронную музыку включать. Друзья, я не буду... Вы знаете, я никогда не занимаюсь обказакидательством. Нам тоже непросто. Но у нас за нами стоят союзники. Мощные союзники. С которыми мы действительно можно побеждать. А за их спиной не стоит никто. И еще в Украине это очень важно. Демократия. Потому что когда демократия, то да, могут проблемы возникать. Но при демократии они решаются. Появились яйца по 17 гривен. Поднялся скандал. И пришлось кому-то это яйца отрывать. Чтобы это прекратилось. Если продолжится, будет новый скандал. И будем за всем этим следить. Так мы становимся лучше. А они не могут. У них ничего подобного нет. И даже Скобеева стоит и этому завидует. Поэтому, друзья, сохранить демократию это очень важно. Не забудьте поддержать. Не забудьте подписаться. Не забудьте продвинуть это видео. Не забудьте поддержать волонтеров. Гончаренко-центр, который сегодня помогает. И который пытается атаковать те, кому демократия никакая не нужна. Они-то хотят какую-то вот такую типа России. Но мы это не позволим. Субтитры сделал DimaTorzok